За прошедший год я совершил несколько десятков перелетов, и зачастую это были перелеты бизнес-классом. Также я останавливался всегда в очень хороших отелях, условно можно сказать не ниже пяти звезд, хотя в Америке и нету формально этой всей звездной системы отелей. И все равно каждый раз проживание мне стоило 0 долларов 0 центов. В этом видео я хочу вам рассказать, как я путешествовал по Америке абсолютно бесплатно целый год, как это можете сделать вы, даже если вы не живете в Америке, а также поделюсь некоторыми советами по поводу путешествий в Америке, чтобы у вас не было лишних иллюзий по поводу качества услуг, цен и так далее. Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Анатолий Власов, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите жирный-жирный лайк, а мы начинаем. Поехали! Начнем с того, что я вам расскажу, что вообще надо знать про путешествия по Америке. Если вы собираетесь в Америку как турист, или вы уже живете здесь, хотите поехать в другие какие-то города, то у вас на самом деле альтернатив довольно мало. Во-первых, потому что железные дороги в Америке, конечно, есть, но пассажирские железные дороги, они практически уже в умирающем состоянии. Я не думаю, что их вообще что-либо спасет, потому что в Америке нету скоростных вот этих поездов, как в Европе, как там тем более в Азии. И они потихоньку умирают. Я, кстати, снимал видео про железные дороги, можете посмотреть на состояние современных поездов в США. Поэтому вам остается либо лететь на самолете, либо ехать на машине. Да, конечно, сеть дорог в Америке очень хорошо развита, но честно вам скажу, что автопутешествия по Америке, несмотря на классные дороги, на вроде как сменяющийся постоянно пейзаж, они очень сильно переромантизированы, и в них на самом деле нет ничего интересного. Пару поездок в несколько городов дадут вам это понять, что вы просто едете по одинаковой бетонной дороге, конечно, хороший, вокруг сменяется пейзаж, но вы особо не чувствуете, что вы вообще куда-то едете, потому что, ну, вы просто смотрите на дорогу, и все. Это не очень интересно и очень сильно наскучивает. Поэтому остаются перелеты. Вот в Америке внутренние авиалинии очень хорошо развиты. Здесь, если вы часто вообще летаете, такое ощущение, что вы прям как на маршрутку просто садитесь. Настолько тут это рутинное дело, и настолько дешево здесь стоят перелеты. Самые крупные американские авиакомпании это Delta Airlines, American Airlines и United Airlines. Вот эти вот три самые крупные. У них есть, как правило, терминалы отдельные в каждом крупном аэропорту. Никаких проблем с добычей билетов нету. Например, вот сейчас, на середину января, билеты из Лос-Анджелеса в Майами и обратно стоят всего лишь 100 долларов. Ну, окей, в обычное время, наверное, долларов 200 это может стоить. Ну, для Америки это вообще копейки. Это говорю про эконом-класс. Бизнес-класс стоит в районе 800-900 долларов. Туда-обратно тоже из LA в Майами. Что нужно знать про вот эти разные классы в США? Во-первых, в экономе зачастую никогда не включен багаж. То есть, если вы хотите багаж именно сдать в терминале, вам нужно будет платить. Цены будут от 50 до 80 долларов в зависимости от загруженности рейса и типа авиалинии. Также внутри вас не будут кормить. Я давным-давно на одном из рейсов, по-моему, United Airlines, когда летел в Нью-Йорк, там кормили. В экономе. Но это скорее исключение. В основном, единственное, что включено в билет, это напитки, которые вам могут спокойно приносить. А вся остальная еда, даже там какие-нибудь чипсы, они будут платные. Вы должны будете через экран на спинке перед вами заказывать и проводить там картой. То есть, все абсолютно будет за деньги. Интернет будет на борту, но тоже за деньги. Как правило, там долларов 20-30 он будет стоить. И он будет очень медленный. Поэтому, если хотите избежать платы за багаж, то заранее купите себе вот такие небольшие чемоданчики, которые здесь называются carry-on size. То есть, чтобы вас пропустили без оплаты, вы сможете спокойно прям в салон взять с собой этот чемодан, просто наверх его закинуть. И нормально так, по ощущениям, ну 99% американцев на внутренних рейсах путешествуют именно с такими чемоданчиками. И в основном не сдают свой багаж в терминале. Что касается бизнес-класса, то он в Америке тоже может быть очень разным. Есть бизнес-класс, который представляет собой просто более широкие сиденья, больше расстояния перед ногами, которые не раскладываются. Вам там даже не приносят еду. Причем это не обязательно на коротких рейсах, могут даже на длинных, на пятичасовом. Я, например, однажды летел в таком бизнес-классе из Майами. Там просто чуть-чуть, знаете, для ног поднималась такая штука у кресел. Но вы полностью не могли лечь. И вам просто приносили напитки, ну и обращались по имени, там типа стюардессы. Все, на этом, собственно, все заканчивается, весь бизнес-класс. Стоил столько же, сколько стоит обычный бизнес-класс. Есть бизнес-класс, как правило, в больших самолетах. Там уже будут кресла раскладываться. И там уже, конечно, все поинтереснее. Помимо того, что будут удобные кресла, вы будете сидеть в такой, типа, кабинке, отделенной от всех остальных пассажиров. Будет раскладываться кресло, вплоть до кровати вы можете там полностью вытянуться. Даже я, у меня рост метр девяносто один. Я нормально помещался в этой такой мини-кровати в американском бизнес-классе в American Airlines. Там вам дают такие большие хорошие наушники. У вас будет набор, в который будет там всякие зубные щетки, какие-то витамины, чтобы вы, типа, спать что-ли, не хотели, как-то перестроились. Разного рода там маска для глаз, чтобы спать. В общем, такой набор небольших ништяков. Какие-то там скидки в магазинах и вот это, собственно, сама сумочка. Также там удобная подушка и небольшое одеяло. Это, конечно, главное преимущество на длинных перелетах, то, что вы можете спокойно поспать в самолете. Вот когда я лечу из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк или там в Майами, то есть перелет через всю страну, то это, конечно, очень удобно, когда вы именно таким классом путешествуете. Тем более, если мы говорим про какой-то там трансатлантический перелет, вот когда, например, из Москвы до Лос-Анджелеса 12 часов лететь, это, конечно, очень-очень тяжело, особенно если такой высокий, как я, постоянно сидеть. Также в американском бизнес-классе кормят. Даже вот во время пандемии, когда вроде даже говорили, что не будут кормить, все равно приносили еду, она была с хорошей сервировкой. Не просто в коробке приносили, а прям, ну, такой поднос с приборами приятными. Хорошая еда, классная. Там также есть меню, вы можете выбрать, что именно хотите. Есть очень большой выбор алкоголя, вин. Несколько вариантов того, что вы хотите в качестве основного блюда. Есть всякие вегетарианские варианты, кто ест там свинину, кто не ест свинину с рыбой. В общем, огромный выбор, очень удобный. Вот вы по такой вот меню можете все выбирать. Ну и также на некоторых флагманских рейсах, то есть это когда большой самолет, когда это крупная авиакомпания, типа у American Airlines есть большие такие самолеты, там будет где-то 4 или 5 мест первого класса. Это, в принципе, то же самое, что и бизнес-класс в таком случае. Там тоже все будет раскладываться. Единственная разница, вам больше всяких ништяков там дадут. Рядом с вами вообще никого не будет. То есть вы будете в такой как бы кабинке отгороженной, где на расстоянии вытянутой руки не будет никакого другого постороннего человека рядом с вами лежать. То есть если в бизнес-классе там небольшая перегородка вас отделяет от соседа, который прямо вот перед вами, то в первом классе все, там за перегородкой никого нет. То есть там большое довольно расстояние. Стоит, как правило, такой первый класс в несколько раз дороже, чем бизнес-класс. Ну и если у вас такой билет, то заходите вы на посадку самый-самый первый. Вас объявляют здесь по группам и прям вот вы самый первый проходите в салон. Также есть еще один такой лайфхак в Америке. Особенно если вы путешествуете в пределах там Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, вот эти вот города, то есть лайфхак, про который даже не то что туристы, даже не все местные, кто живут в Америке знают. Есть такая авиакомпания JSX. Это на самом деле обычная просто, можно даже сказать, лоукостер в Америке. Главное отличие в том, что у них самолеты это такие private jet, переделанные под обычный пассажирский. То есть снаружи это выглядит как настоящий private jet, вы можете всем говорить, а я лечу на частном самолете. Но по факту билеты стоят, например, из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, по-моему, в районе 150 долларов. То есть, ну, это немного. Иногда может быть такое, что на обычных самолетах вы заплатите плюс-минус те же самые деньги. При этом внутри там не очень, как бы много места, не очень прикольно. Но тоже, знаете, носят напитки, там прикольно так обращаются к тебе. Из-за того, что маленький самолет, необычный очень такой экспириенс полета получается, но всем советую. Ну и еще, конечно же, вы можете перед посадкой или после посадки сделать фотографию в Инстаграм, чтобы все видели, какой вы успешный успех. За 150 баксов купили билет на частном самолете. И, наверное, еще можете написать что-то типа, хочешь знать, как я достиг такого же успешного успеха? Смотри ссылку у меня в описании на бесплатный PDF о том, как стать таким же успешным, как я. Ладно, шучу, не делайте этого. Но просто, чтобы вы знали, что такой вариант в Америке есть. Что касается отелей, то, честно скажу, в Америке уровень отелей, он намного ниже, чем, например, в Азии. Если вы путешествовали по Азии, то там прям уровень услуг, сервиса, он просто выше крыши. В Америке это далеко не так. Очень много американских отелей, даже каких-то там именитых, типа там, не знаю, Хилтон, там, какой-нибудь Мариотт, которые с такими громкими именами, кажется, что там прям должен быть суперкрутой уровень качества отделки сервиса. Зачастую это не так, это все отели старые, там, 10-летние и более давности. Видно, что такое все дряхлое, там, царапины на мебели всякие видны. То есть, ну, не чувствуется вот на этой такой вот свежести. Просто имейте это в виду. При этом отели стоят, ну, хорошие, от 200 долларов за ночь, вообще спокойно будут стоить. Помимо того, что вы заплатите по 200 баксов за ночь, с вас еще возьмут от 50 до 75 долларов за ночь. Разного рода сборы. В Лас-Вегасе это, по-моему, называется resort fee, то есть, ну, специальная плата, которую они платят городу. Вообще, все отели абсолютно. В Нью-Йорке есть тоже такой fee, в Майами есть такой fee. В общем, везде будут какие-то сборы, поэтому прибавляйте спокойно. Ну, процентов иногда, там, 30-40 к цене, плюс еще налог с продаж 10%, как правило, будет. В общем, просто знайте, что останавливаться в хороших отелях в Америке – это дорого. Дорого. И за эти деньги вы зачастую не получите тот уровень сервиса, который ожидали. Просто имейте это в виду. Как правило, никаких завтраков, никакой вообще еды не включено. Это все дополнительных денег стоит. В отелях, как правило, процентов на 50 вся еда абсолютно будет дороже, чем просто там в соседнем каком-то ресторане. Имейте это в виду. Ну, и так как в Америке, во всех городах почти невозможно без машины, если вы возьмете машину, захотите ее поставить в отеле, парковка в отеле тоже будет. Но я не встречал меньше 50 долларов за ночь. Так что прибавляйте это все к стоимости одной ночи в отеле, понимаете, уже сколько выходит. Так как же мне удается останавливаться в хороших отелях, покупать билеты на самолет, бизнес-классом путешествовать и не платя за это вообще ничего. В чем секрет? Секрет в том, что секрета нет. Я не увеличивал свои траты, никаким образом специально там не гнался за тем, чтобы там что-то копить. Просто я трачу деньги, как обычно, трачу свои ежемесячные траты, не делая ничего специально для того, чтобы получить все эти плюшки. Дело в том, что я уже несколько лет, как в Америке, вообще не пользуюсь дебетовыми картами. То есть у меня есть, конечно, дебетовая карта, но она где-то лежит вообще в шкафу там дома. Я даже не помню, когда последний раз я ее видел. Абсолютно все свои платежи, которые у меня есть, неважно, я там иду и покупаю кофе в кафешке или плачу за квартиру, аренду, покупаю продукты домой, я все эти операции провожу через кредитные карты. И карта, благодаря которой я вот так вот смог путешествовать весь год абсолютно бесплатно, это Chase Sapphire Reserve. Вот она, просто вот обожаю эту карту. У меня, к сожалению, нет ее физически, потому что вон она, в общем, в Apple Pay. Друзья, это не реклама. Хотел бы я, конечно, чтобы банк JP Morgan Chase захотел рекламу на моем канале, но пока это не случилось, еще нужно расти. Это очень крутая карта. Я понимаю, что это больше сейчас для тех, кто живет в Америке, но даже если вы не живете в Америке, дослушайте. Все принципы, которые я вам расскажу сейчас, они работают и с любой другой картой в России, которая помогает вам копить мили. Или там в Украине, в любой другой стране. В чем суть? В Америке, наверняка вы слышали, очень важна кредитная история. Это реально так. Чтобы строить кредитную историю, вам нужно получать кредитные карты от банков, пользоваться ими. Но вопрос, как вы ими пользуетесь? Вполне реально пользоваться картами и не быть должным банку ни цента. У меня уже больше 10 разных кредитных карт, и я ни по одной, никогда по процентам не заплатил ни цента, ни одному банку. Я просто пользуюсь каждой картой. Допустим, я не знаю, там в месяц 500 долларов провел по одной из них. В конце месяца эти 500 долларов закидываю с своего обычного счета в банки, ну, из своих денег. Таким образом, я знаю, сколько я могу потратить. Я веду бюджет, я понимаю, вот по этой карте я могу сейчас, допустим, столько-то потратить, по этой столько, по этой столько. И все. Таким образом, я получаю кэшбэк от кредитных карт, потому что в Америке на кредитных картах кэшбэк намного больше, чем на других каких-то, типа на дебетовых картах. У меня только по кэшбэку несколько тысяч долларов в год просто так берутся из воздуха. Соответственно, если у меня есть вариант пользоваться дебетовой картой и не получить ничего, или пользоваться кредитной картой и получить несколько тысяч долларов плюс в конце года, ну, как бы, естественно, я не буду отказываться от нескольких тысяч долларов. Почему бы нет? А что касается этой карты, то она не кэшбэковская, она бальная. Там вы копите специальные баллы, которые потом можете обменять либо в эквивалент долларовый, либо обменять на какую-то услугу. В моем случае это покупка билетов или покрытие расходов на покупки билетов, отелей и даже аренду автомобиля в тех городах, куда я путешествую. То есть эти баллы покрывают все, потому что она считается одной из самых лучших так называемых карт для путешествий. И как это работает? Я думаю, вы сейчас поймете все эти разговоры про важность кредитной истории в Америке. Вот смотрите, эту карту от банка Chase нельзя получить просто с нуля, если вы только приехали. Вам нужно именно построить кредитную историю, то есть попользоваться другими картами, прежде чем вы сможете податься на нее. Потому что она считается довольно сложной, нужен хороший кредитный рейтинг и показать банку, что вы никогда не были должны, у вас не было просроченных платежей и так далее. То есть нужно показать, что вы благонадежный человек. И это вам в итоге вернется просто там десятикратно. Просто вот послушайте, какие бонусы просто за то, что вы имеете эту карту. Во-первых, когда вы ее только получаете, то там есть специальный бонус, в всяком случае у меня был, что если вы, по-моему, за первые три месяца потратите по ней четыре тысячи долларов, то вам придет пятьдесят тысяч вот этих вот баллов, которые можно поменять. Я знаю, что из России четыре тысячи долларов может касаться это, ой, какая огромная сумма, но для Америки это нормально. Четыре тысячи долларов за три месяца это небольшие деньги. Потом просто из-за того, что у вас эта карта на руках, вы можете получить триста долларов бесплатно на расходы на путешествия. То есть это в том числе билеты на самолет, там билеты на такси, аренда машины. Все, просто. То есть триста долларов вам просто так вот дарят за то, что вы имеете эту карту. Затем там сто двадцать долларов вам дают просто так, чтобы вы пользовались сервисом DoorDash. DoorDash это доставка еды из разных ресторанов, типа Delivery Club в России. Вот аналог, то есть просто так сто двадцать долларов вам дарят, это нормальные деньги для того, чтобы, я не знаю, там каждый день в тени недели заказывать себе любую еду. Также она дает доступ в VIP лаунжи в аэропорте, то есть там вот где вы можете поспать, помыться, где с шведский стол вы можете поесть еду абсолютно бесплатно. Просто показывает, что у вас есть эта карта и вас туда пропускают. Класс. Плюс вам и одному гостю дается по тридцать долларов в день бесплатно на то, чтобы есть в ресторанах сети Priority Pass. Priority Pass даже есть, кстати, в Москве, даже на вокзале железнодорожном есть какое-то место, куда вот с этой карточкой с Priority Pass можно пойти. И, допустим, если это ресторан, то на каждого человека по тридцать долларов будет бесплатно по этой карте в день. Можно на 60 долларов поесть в Америке, на 60 долларов на двоих, в принципе, можно нормально поесть почти практически в любом месте. И тоже это все бесплатно просто потому, что у тебя есть эта карта. Как, собственно, копятся эти баллы? Каждый раз категории меняются, но обычно там как, допустим, вот сейчас там действует, что на каждый доллар, потраченный на продукты питания, вам придет в три раза больше баллов. На каждый доллар, потраченный там на путешествие, вам придет в три раза больше баллов. Таким образом, просто вот так вот тратя деньги практически на все категории, вы копите энное количество баллов. И у меня так получается. То есть я просто этой картой пользуется и моя жена, и я, и мы тратим свои обычные расходы, понимая, что как бы, ну, чтобы не тратить весь лимит, там на этой карте лимит, по-моему, 24 тысячи долларов у нас. Естественно, мы не тратим все 24 тысячи долларов, мы же не сумасшедшие. Мы как бы знаем, сколько мы можем потратить и тратим, отдавая себе в этом отчет. Но просто пользуясь этой картой, это нам позволяет копить такое количество баллов, которое позволяет без проблем бесплатно обменивать эти баллы на билеты, на самолет, на остановки в отелях, на разного рода скидки и бесплатные апгрейды, там, допустим, автомобили. Да, кстати, я забыл еще сказать, что по этой карте в нескольких крупных сетевых компаниях, которые сдают машины в аренду в аэропортах, просто вот оплачивая машину этой картой, вы бесплатно получаете апгрейд на класс выше. То есть, не знаю, например, берете какой-нибудь там Chevrolet в аренду, вам бесплатно по этой же цене дают там BMW. Ну, вот в таком ключе тоже абсолютно бесплатно. Апгрейды распространяются в том числе на апгрейд билетов. То есть, например, можно купить в Майами билет за 100 долларов, туда-обратно, но затем на баллы эти проапгрейдить его до бизнес-класса. При этом эти 100 долларов на билеты оплатить с помощью баллов. Понимаете, да логика, куда я клоню? Не тратя вообще ни копейки дополнительных денег, вы зарабатываете себе выгоду в десятки тысяч долларов. И это просто гениальная система в Америке. Я надеюсь, что в России тоже такое придет, потому что это очень круто. Для меня в этом году это главный вынос мозга, что вообще можно путешествовать бесплатно, абсолютно. Просто тупо разбираясь, как работают те или иные кредитные карты, считая свои деньги и ведя бюджет. Все, больше ничего абсолютно не нужно. Поэтому, друзья, изучайте внимательно предложения по разным кредитным картам, по баллам. Потратьте время, разберитесь, сядьте, вас займет это не больше часа-двух, чтобы разобраться во всем, как это работает. Найдите подходящую карту, начните это делать. В какой бы стране вы ни жили, я уверен, в каждой стране такие предложения есть. Вот в России точно есть, потому что у меня есть несколько знакомых, которые делают примерно то же самое, что и я. Только в России пользуюсь разного рода мильными картами. Чтобы покупать по вот этим вот баллам, вам нужно просто, вот как делаю я. Я, например, захожу на сайт своего банка вот этого, там есть специальный раздел для travel. Вбиваю, допустим, Лос-Анджелес, Майами, и вот смотрите, сколько вот это по баллам стоит. Из-за того, что по картам постоянно какие-то спецпредложения, у меня эти баллы не успевают тратиться. У меня вот только я накопил там почти 100 тысяч баллов, сразу их там потратил на несколько путешествий, а сейчас у меня опять почти 50 тысяч баллов. То есть, ну, хотя прошло сколько? Месяц. То есть, это как-то супер быстро происходит, я не понимаю вообще почему. Но вот это так работает, и на мой взгляд, глупо этим не пользоваться. Дайте знать в комментариях, что думаете вы вообще про эту всю систему. Да-да-да, друзья, вы не ослышались. Просто пользуясь кредитными картами, не беря ни копейки, долго и всегда оплачивая все вовремя, всю ту сумму, которую я потратил, мне это позволило пропутешествовать в Сиэтл, в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, в Лас-Вегас, в Майами. В большинство из этих городов я летал по несколько раз, несколько раз зачастую даже за месяц. Вы могли это, в принципе, видеть по моим роликам, я часто снимал из других мест. Просто останавливаться там в очень крутых отелях. Я в Нью-Йорке остановился в отеле на первой линии Центрального парка, прямо вот с видом на Центральный парк. То есть я прям из кровати смотрел на Центральный парк, на вот этот вот вид из кино, о котором я мечтал. Но я даже не мог поверить, что я смогу себе это позволить за бесплатно. То есть вот этот настолько взрыв мозга, поэтому, друзья, если у вас есть какие-то цели, вы думаете, что вам нужны, не знаю, там миллионы, миллиарды долларов на что-то, а зачастую это не так, зачастую вам не нужно вообще ни копейки для того, чтобы реализовать какую-то свою старую детскую мечту, как это у меня вышло вот за прошлый год. Но подождите, друзья, если вы думаете, что это все, на что способна вот эта американская кредитная система и грамотное отношение к своим финансам, то знайте, что я вам даже могу рассказать, как можно по похожей схеме абсолютно бесплатно купить новый автомобиль. Например, там, ну, Tesla Model Y. Просто грамотно подходя к вот этой, ко всей кредитной системе. Я понимаю, что тема новая для моего канала, поэтому мне важно знать, что вам, ну, нравится то, что я вам здесь рассказываю. Поэтому, если это видео наберет 9 тысяч пальцев вверх, то я обязательно сниму ролик про то, как можно не только там Tesla даже купить за бесплатно, но даже дом. Хотя это чуть посложнее, но можно. Самое главное, что это без всяких там хитрых схем, разводов, мошенничества. Нет, просто следуя правилам внутри системы и грамотно применяя подход к своим же собственным финансам. Но я знаю, вы меня можете спросить, а в чем же подвох? Как банк расстается с таким количеством денег, по сути, оплачивает перелеты? В чем же дело? Здесь такая есть как бы и хорошая, и плохая сторона. Во-первых, ну, банк, конечно, зарабатывает какие-то там комиссии за платежи, которые проводят по картам. Но я думаю, что он зарабатывает в основном не на этом. Банк зарабатывает на человеческой жадности. Потому что кредитными картами не надо пользоваться, если вы не уверены в своих финансовых привычках. И зачастую в Америке, ну, все говорят, что американцы живут в долг. Американцы действительно живут в долг. Не всегда это плохой долг. Но иногда бывает, что люди, которые берут кредитную карту, им, допустим, одобряют лимит в 5000 долларов. Что они делают? Они думают, о, у меня появилось дополнительно 5000 долларов, классно, пойду там, не знаю, куплю себе кроссовки Gucci, сумку Louis Vuitton возьму. Потому что, ну, блин, 5000 долларов. Долг по кредитной карте это самый страшный долг, потому что даже в Америке, вы наверняка наслышаны про супернизкие процентные ставки в Америке, там, типа, 2-3%, там, 1% за автомобиль и так далее. Но вот по кредитным картам проценты здесь достигают 30% годовых. То есть это огромные вообще проценты. И люди, когда попадают в долг по кредитным картам, они вынуждены платить эти большие проценты. И в итоге там эти 5000 долларов долга, который у них образовался по кредитным картам, превращается там в 15000 долларов долга по кредитной карте за несколько лет. Именно вот на этом банки и зарабатывают на человеческой жадности, на человеческой неспособности контролировать свои траты и отдавать себе отчет в том, куда вы тратите деньги. Я понимаю, что это, конечно, плохо, но если эта система вот так работает, и я могу гарантировать себе, что я не залезу в долг по кредитным картам, то почему бы не пользоваться этим? Потому что у меня получается несколько десятков тысяч долларов выгоды реальной за год просто из-за того, что я пользуюсь кредитками и ничего не должен. Почему бы этим не пользоваться? Это просто деньги из воздуха. То, что люди, как кто-то попадают в долг, но это как бы их ответственность. Я к этому отношусь так, дайте знать, что думаете вы, прав я или нет. Но на мой взгляд, реально глупо этим не пользоваться, неважно, где бы вы ни жили, в России или в Америке. В Америке уж тем более, если вы меня смотрите из Америки, у вас до сих пор нету никаких там кредитных карт, или вы взяли там парочку и вообще больше этим не занимаетесь, превращайте это дело, изучите вопрос, вы сэкономите огромное количество денег, просто грамотно пользуясь своими финансами. Ну что, друзья, на этом все. Сказал все, что хотел. Обязательно поставьте лайк, если вы узнали что-то новое, взглянули вообще, может быть, я поменял ваше отношение к кредитным картам, вообще к кредитной системе американской, к американской сфере услуг, которая не такая крутая, как может показаться. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вы что-то вынесли из этого полезное. Обязательно поделись этим видео с друзьями, нажмите жирный жирный лайк, ну а мы с вами увидимся в следующих роликах. До новых встреч, пока-пока.